Так вот, это действительно та самая Москва, о которой они не хотят, чтобы ты знал ни по BBC, ни по CNN. К тому же это прекрасно ухоженный город. Сегодня я не видел ни одного полицейского. У меня нет никакого ощущения какого-либо угнетения. Это целые семьи со своими детьми. Они объединяют себя в невероятно ориентированное на семью общество. Дети есть везде, им везде рады. Когда ты приезжаешь сюда и живешь здесь какое-то время, ты немного лучше овладеваешь языком и начинаешь немного больше интегрироваться. Ты очень быстро понимаешь, что все, что нам говорят на Западе о России, полная чушь собачья. И, вероятно, есть причина, по которой они не хотят, чтобы ты знакомился с этой Россией. Потому что ты просто можешь сказать, я тоже этого хочу. Я хочу, чтобы на моих улицах было чисто. Я не хочу, чтобы банды подростков курили травку или приставали к людям. Я не хочу стоять в очереди за вещами и всякой всячиной. Я не хочу платить слишком много ни за топливо, ни за еду. Я хочу жить в каком-то функциональном месте. И к тому же это вполне функционирующее заведение. Поверьте мне на слово тому, кто приехал из страны, где мы платим за предметы первой необходимости, на 40% больше, чем в среднем по ЕС, то есть за прожиточный минимум. Для этого нет никаких реальных причин, кроме вопиющей политической некомпетентности. Когда ты приезжаешь сюда и сталкиваешься с таким уровнем функционирования общества, ты быстро начинаешь спрашивать себя, почему там, откуда я родом, дела обстоят так плохо. Это несмотря на то, что нам говорят, что у нас так много денег. Наши политики, которые десятилетиями создавали эти проблемы, говорят нам, что они их решают. В этом всегда виноват кто-то другой. Конечно же, в этом виноват Владимир Путин. Но ведь это и есть то самое угнетенное несчастное общество, о котором тебе рассказывают там, на Западе. Вот оно и есть то самое общество. Да. Да. Да.